Ценнейшая порода рыбы – европейская нельма. Что водится в Печоре, может быть исключена из Красной книги. Летом в Ненецкий округ прибудет группа ученых, которым предстоит исследовать ее популяцию. Причина такова – нельмы в Северной реке стало слишком много. Рыба попадается в сети постоянно, и даже один хвост, случайно запутавшийся в поплаве – это уже уголовное наказание. Все подробности в материале Надежды Качеговой. Начнем, пожалуй, с того, каким образом нельма вообще оказалась в списке краснокнижных видов рыб. Изначально европейскую популяцию нельмы, которая водится не только в нашей Печоре, но и в других северных реках, включили в разряд охраняемых ученые Вологодской области. Чуть позже этот вид лососевых занял свою позицию и в Красной книге Российской Федерации. Ну а правила федерального издания распространяют свое действие на все субъекты страны. То есть автоматически нельма перекочевала и в региональную Красную книгу нашего округа, а также Архангельской области и Республики Коми. Правда, ученые Полярного научно-исследовательского института, которые уже лет 50 следят за популяцией нельмы в северных реках, не видят оснований для такой серьезной защиты этого вида. На наш взгляд, никаких оснований для внесения в федеральную Красную книгу. Ни на тот момент, ни тем более на настоящее время. Северный филиал Пенро приложил все усилия для того, чтобы нельма попала туда с статусом, вид которому ничего не угрожает. То есть это седьмой статус. Его пришлось изобретать специально нам и утверждать. Всего этих статусов шесть. То есть первый – это вид, который вообще страшно редок и буквально единичные особи. До шестого – вид, который более или менее себя хорошо чувствует. Житель Тельвиски Павел Канев на реке круглый год. Один из его промысловых участков находится в районе Нарыге, другой – на Голодной Губе. Все чаще и чаще в сети предпринимателя попадается нельма. И даже самый маленький хвост, который случайно окажется в его сетях, может обернуться для рыбака уголовной статьей и лишением лицензии на добычу водных ресурсов. Ее много уже развилось. Сейчас зимой не так, а весной она нормально попадает. Получить штраф в пару сотен тысяч рублей, а то и вовсе реальный срок в несколько лет, совсем не хочется и Антону Семяшкину. Говорит, надо срочно что-то с этим делать. Взять мы ее не можем. В большинстве случаев попадает только она. Причем много нельмы не только в Печоре. Архангельская область инициировала изучение популяции этого вида еще в прошлом году. Рыбаки Северной Двины находятся точно в таких же условиях, как и наши. Правда, специалисты из Республики Коми считают совершенно иначе. По данным Института биологии соседнего региона, этот вид надо защищать и дальше. Но здесь важно отметить, исключение из красной книги совсем не говорит о том, что анельму будет разрешено добывать. Это не значит, что ее отдадут на квоту. То есть у нас сразу спрашивают, а когда она будет выделена, квота на анельму? Нет. Здесь заблуждения не должно быть. Она выводится из красной книги, но не для того, чтобы ее отдать на лов. А вначале, чтобы была декриминализация статьи. То есть, чтобы не было уголовной статьи, чтобы не было такого, чтобы у нас жители попадали под уголовно наказуемые деяния. Группа ученых приступит к работе на Печоре уже в июле этого года. Затраты на исследование Нельмы взяла на себя администрация округа. Разрешение на опыты специалисты Полярного института получили в Министерстве природных ресурсов Российской Федерации.